друзья мои всем привет сегодня с вами будем вновь разбирать очень сложную тему я предупреждаю сразу что возможно поймут не все но я создавал свой канал не для того чтобы рассказывать вам какие-то банальные вещи а для того чтобы вы действительно получали какую-то новую информацию которая может вам помочь в жизни поэтому сегодня тема о которой почему-то все молчат и эта тема манипуляции которые основаны на подтексте смысл манипуляции очень прост когда манипулятор произносит какую-то фразу в нее уже встраивается какое-то убеждение какое-то внушение какая-то мысль которая потом жертва считывает как свою собственную мысль или то убеждение с которым мы как бы не нужно спорить то есть как будто бы это уже подразумевается помните как в геометрии аксиомы почему у тебя плохое настроение какой здесь подтекст здесь подтекст у тебя плохое настроение а если у человека хорошее настроение а бессознательно это слышит а у тебя сейчас плохое настроение окей приняли записали и все и настроение становится плохим то есть таким образом как бы есть контекст подтекст с которым не нужно спорить когда у тебя спрашивают почему тебя плохое настроение как бы здесь не подразумевает ответа у меня хорошее настроение здесь подразумевает ответ ну потому что вот что-то меня там это достало то раздражает и вообще в жизни все так сложно существует три вида три группы вот таких подтекстов и первая группа подтекстов это подтексты которые говорят о том что какой-то предмет какое-то явление или какое-то ощущение оно существует то есть это существует это есть на самом деле когда я увижу пришельца я пойду с ним на контакт какой здесь подтекст здесь подтекст пришельцы существуют мне не нравится твоя инфантильность здесь какой подтекст здесь подтекст ты инфантильный а если человек даже не инфантильный то он слышит это ему понимает ну да я инфантильный то есть эта мысль в нем даже не обсуждается она как бы встраивается ему он ее как бы съедает подсознание не мозг не защищается в этот момент потому что он сосредоточен на другом аспекте что человеку не нравится во мне что-то и как бы автоматически получается что в нас это есть и потом даже не спрашивать откуда у людей берутся проблемы самооценками или допустим мама которая говорит ребенку когда ты перестанешь лениться и будешь делать уроки и допустим она говорит это постоянно говорит вот когда ты перестанешь лениться и помоешь посуду хватит лениться давай там сделай какое-нибудь хорошее дело в этот момент мама встраивает ребенку вот такой подтекст такую как бы я концепцию я ленивый ребенок не знает о том что он ленивый но родители ему об этом рассказали и теперь он думает ну я ленивый то есть он даже это не оспаривает потому что это очень так вот хитро встраивается в предложение или допустим пример для девушки приведи себя в порядок здесь подтекст вот эта фраза она подразумевает что с тобой сейчас что-то не в порядке и конечно опять же вот это все очень сильно бьет по самооценке человека второй вид подтекстов это изменение реальности когда манипулятор встраивает в свои фразы такие слова такие установки что складывается ощущение я сейчас нахожусь в иллюзии что это на самом деле все не так как мне кажется и это тоже такая очень тонкая манипуляция допустим вот пример для тебя это отношение вроде обычная фраза что в этой фразе подразумевается какой в ней подтекст в ней подтекст заключается в том что для кого-то это вообще не отношения значит возможно и для тебя это тоже не отношения тебе хочется верить что отношения именно такие ты на самом деле считаешь что в отношениях люди должны так поступать что на самом деле как на самом деле можно назвать то что ты называешь отношениями все реальность поплыла есть сомнения о том что это не то как мне кажется на самом деле что возможно здесь есть что-то другое что это вот это мне кажется что это отношения а на самом деле это не отношения а вопрос это очень такие простые но действительно они вот размывают эту реальность такой прием очень часто тоже используется в тех же самых отношениях когда допустим там говорят да это не измена тебе только кажется что это измена ты подумай тебе действительно ты действительно считаешь что вот эта измена я просто там пошел встретился неформально там провел вечер с коллегами там с партнерами а тебе кажется что это измена главное ведь то что я с тобой главное то что я тебя люблю и все реальность тоже поплыла и уже то что тебе казалось изменой уже таким тебе не кажется потому что вроде как тебе внушили мысль что это только для тебя измена а весь мир то я не считаю так что это измена третий вид подтекстов это сравнение когда манипулятор строит свою фразу он как бы в ней производит сравнение и сравнение вроде идет в хорошую сторону но на самом деле вот подсознательное считывая другую информацию ты стала лучше выглядеть какой здесь подтекст здесь подтекст я выглядела ужасно а сейчас я выгляжу ну более-менее неплохо да или допустим фраза сейчас ты стала больше вкладываться наши отношения здесь подтекст ты раньше не вкладывалась наши отношения давай-ка еще по вкладывайся давай что-нибудь сделай да или ты стала лучше учиться то есть ты до этого вообще плохо учился сейчас ты тоже учишься плохо но какая-то динамика есть да то есть это таким образом опять же все это сказывается на нашей самооценке ну как вам такие приемы это на самом деле такая достаточно сложная для понимания информация и гораздо сложнее и еще и применять в жизни и поэтому если вы меня спросите как защищаться от такого то я вам могу сказать что здесь нет единой такой вот концепции что нужно делать если с вами такое проворачивают хотя бы нужно научиться это замечать и здесь ваши помощники это осознанность и внимательность то есть когда вы начнете понимать что мне сейчас пытаются внушить и зачем это делают тогда вам станет проще с этим как бы справляться и вы уже сделаете такой большой рывок из позиции жертвы и поэтому чтобы вот информация которую вы сегодня услышали она опять же не прошла в одно ухо влетела в другое вылетела я вам предлагаю немного сейчас по развивать себе этот навык искать вот эти подтексты искать эти скрытые внушения которые вам могут встраивать в голову поэтому я вам предлагаю 5 фраз которые вы анализируйте их поймете и напишите мне в комментариях свои варианты ответа что вам внушают в этой фразе и дальше уже когда вы потренируете этот навык то возможно в дальнейшем вам это больше пригодится но по крайней мере новые нейронные связи у вас будут созданы и так что это за фразы первая фраза меня бесят твои истерики фраза снова ты себя так ведешь фраза все будет не так плохо как раньше и как часто ты этого не замечаешь это только начало вот эти вот пять фраз напишите в комментариях что внушают эти пять фраз и чем опасны вообще в принципе вот такие вот фразы если вам интересна тема манипуляции с которыми мы сталкиваемся каждый день то я предлагаю вам поработать со своим курсом юный манипулятор где разбираю самые распространенные манипуляции которые случаются в нашей жизни осознанно или неосознанно но каждый день мы так или иначе с этим сталкиваемся эти манипуляции я не разбираю на своем канале потому что я специально сделал отдельный курс и это то о чем нужно знать прежде всего когда ты начинаешь общаться с человеком о том как строится все межличностное общение и на чем основаны манипуляции это все будет в курсе юный манипулятор ссылка на сайт где вы можете прочитать подробную информацию в описании на сегодня у меня все ставьте лайк этому видео подписывайтесь на мой канал и смотрите мои новые ролики а я напоминаю что или вы управляете людьми или они управляют вами желаю как обычно гармонии всех люблю целую пока пока